Я здесь уверен, что это присвоенное себе звание какое-то. Вот я православный человек. Я никому не делегировал защищать мои чувства. Понимаешь, есть церковь, как институт, куда я хожу. И все, больше никому и ничего. А мы уже говорили, что это хулиганство. Я этих людей не знаю, кто там был, но, возможно, они могли быть и психически больные, возможно, фанатически настроены. Но вот здесь вступает право. А здесь получается странная вещь. Человек, который выставил свой труд, как он может доверять государству, которое его не защитило? Вот ответ, понимаешь? Поэтому человек, который знает, что государство его не защищает, тогда говорит, ну, дураки, а чего вы выставили это все? А чего вы это все поставили? Кому это надо, чтобы смотрели? Ну, вот поставили и получили. А другие говорят, молодцы ребята, молодцы. А третьи ждут подобных провокаций, потому что здесь можно что-то нарыть, можно намесить себе что-то, нужно потребовать деньги у того же государства, чтобы якобы укрепить правопорядок в нашей стране. То есть на любом конфликте огромное количество людей ищут варианты, чтобы заработать. Кто-то славу, кто-то популярность, кто-то сочувствие, кто-то деньги, кто-то должности и так далее, и так далее. Поэтому все это происходит, потому что государство не сделало ничего, чтобы обезопасить. Только государство, больше никто этим не может заниматься. А люди могут называть себя как угодно. Другое дело, что верим ли мы, что они именно такие, кого они... Понимаешь, вот сложную сейчас тему мы хватаем. Вот есть разница между евангелистами, то есть протестантами и православными. и она заключается в том, что вот протестантская церковь, она достаточно активна. Она говорит, приходи к нам, приходи, мы будем все вместе, Господь, это наша сила и все. Православие не затягивает постороннего человека, другого, не постороннего, другого человека в лоно своей веры. это очень индивидуально. Это я пришел, и я остаюсь с Господом Бога, и тому посредником является церковь и молитва, которую она мне дала. Но кричать, что я православный, православие это не предполагает. Это очень интимные отношения. И православие это как раз утверждает. В отличие от протестантства, которое мы будем вместе рок-н-ролл танцевать, мы одна команда, мы одна семья. Ну, то, что мы знаем. И это может быть, это их дело, это все достойно уважения, если делается во время, во имя добра и против насилия. А здесь факт насилия самый. И не важно, кем он исповедуется, то ли теми, кто называет себя так, то ли теми, кто тем самым защищает ислам или буддизм или другую какую-то веру. Нет. Во всяком случае, я думал, я думаю, что ни церковь как институт, ни прихожане не делегировали кому-либо называться, как они себя назвали, как православные активисты. Вообще, сочетание довольно странное. Слушай, православные активисты, православные активисты это вообще из другого словаря, это из словаря большевистского, когда были активисты по пропаганде коммунистического образа жизни. Вот надо же, как сошлось в русском языке, божьи и безбожьи, православные активисты. Да, это интересно. это, это, то, всё, ваше, Продолжение следует...